всем привет из верят как дела да отлично дела запахло весной что это значит значит что прямо такой свежестью на улице обдает когда выходишь на улицу капает все везде снег с крыши практически растаял у нас температура в районе ну днем в районе плюс 3 плюс 5 ночью конечно бывают минуса не 0 не было наверное еще я сейчас быстро везде пройду все покажу какие дела какие планы что произошло что в преддверии значит водичка сюда у нас не бежит это меня может только радовать вот эту всю отсыпку которую делали сделали не зря проволока вот этот является ливневку разморозил вода по ней пока уходит ну я допустил ошибку мне уже об этом говорил мой хороший знакомый что она в любом случае будет перемерзать и я ее буду всю переделывать и вообще у меня тут кое-какие планы появились по вот этой по всей вот этой переделки что и как я буду переделывать но это уже наверное летом не раньше залезал я в подвал смотрел в подвале воды никакой нету все хорошо пока пока все хорошо но я не думаю что вода сюда пойдет потому что она у нас идет вся по той стороне давайте мы глянем туда вот по дороге раньше как я и говорил когда вот этого от этой ленты не было бетонный и не было отсыпки вода бежала прямо сюда через весь участок сейчас она идет за забором по дороге и по моему в ручей перетекает здесь воды нигде никакой нету я думаю что все уже не затопит все будет замечательно ну хотя время покажет заглядывал значит я хочу давайте откроем посмотрим еще раз сюда я заглядывал и как думаете что у нас там ждет если мы туда заглянем а ну-ка раз два три какие предположения вот такие предположения могут быть вода здесь смотрите какая шуба намерзла вокруг а там вода куда там вода ну откуда она может быть только сверху я так думаю хотя может быть и снизу видите у меня здесь еще навеса нет я же буду здесь навес сделать вверху все у меня здесь подготовлен здесь стоит вода я думаю что она натекла сверху снег может быть подтаял или еще что-то ну что теперь сделать будем откачивать но в любом случае даже даже руки помоем есть благо где помыть даже если полностью затопит вот там у меня но если полностью вообще затопит то вода может пойти в подвал а если наполовину где-то где-то метр до верха если затопит вообще ничего не будет скважину вода не попадет все будет замечательно потому что там стоит оголовок в дом мы не пойдем там особо никаких новостей нету топлю дом в доме очень тепло вверху где-то в районе 27 градусов я там стоят брудеры инкубаторы и брудеры еще и один готовый у меня старый есть а2 я сейчас делаю такие мини брудера не успел я еще их доделать но ближайшие дни я думаю завершу работу по новой системе хочу сделать там немножко обогрев но я все об этом обязательно покажу расскажу ну такие на скорую руку я торопился у меня времени нету свободного много делаю потихонечку что-то медленно работа идет то ли навык пропал то ли что ну что здесь бычара все хорошо там свинюхи тут недавно короче вышел в огород что-то летюшка лает лает ничего понять не могу вот я с той стороны от бани шел сюда-то смотрю у меня поросята тут бегу представляете два засранцы две засранки девки от выбежали короче доски оторвали а вот этот брусок сейчас зайду покажу да я пройду тихо этот брусок он очень плохой так скажем они вырвали вот эти доски сбоку и выбежали мартышки лампа у них включена потому что я днем открываю двери ну вообще ее можно уже выключить так вот включаю когда двери открываю сейчас вот я открыл дверь я щас не буду закрывать вот такие свинюхи сколько не интересно уже вес бычара о у него цепь расстегнута смотрите я сейчас только увидел так прервемся на минутку я думал она у него разорвана он ее просто снял там запас у него большой сейчас сделал отдел обратно козлячи рожать будем говорить правильно как а код а код у них планируется на апрель по моему на апрель на май вот такие дамы выходит у нас гулять каждый день погода позволяет эти две здесь те черные там еще рано еще утро пока еще не выводили так в птичник чем мы пойдем не пойдем там наверно очень шумно я просто наверно даже подойду к нему и вы услышите какой шум то бройлеров там нету там только петухи декалку от курочки они там такие скачки устраивают что будь здоров ну попробуем давайте зайти яички здрасьте стройся пора уже убирать их вот здесь курочки у меня есть всякие задиры сидят скоро буду убирать петухов какое сегодня число то не знаю по моему на той неделе себе суббота да на той неделе у меня будут выводиться бройлеры индюки и где-то в течение в общем течение недели двух буду вот этих петушков уже выбирать потому что и время подошло уже забоя посмотрим какие тушки получатся но это самый вот так вот просто бомбически петушки и самое вкусное мясо с них получается хоть и растут очень медленно дама куда мы опять какая-то ложная беременность не знаю что такое на зарывала костей давай вот иди по пищенька куда пошла ко мне ко мне иди пись иди пись на зарывала костей давайте покажу ее лучше как она там носится антилоп тут у нее чего только нету и ноги и вот все все на она прячет в общем не знаю что с ней делать вот эта ложная беременность ясно рыжкина юля разговаривал на скала что как бы девка крепко взрослого здорово куда пошла кто разрешил и рожать надо не знаю буду я ее вязать не буду что-то не знаю будет ли у меня время то свободное не будет ко мне иди сюда шнур а реками ко мне иди сюда а теперь ребят самое интересное по кроликам кролики вот у меня вот тут уже сидят сидели вернее до утра по одной простой причине где-то был сюжет недавно я смотрел и меня записано что 17 февраля мы их покрывали рожать должен как королица королица должны через 28 дней 17 марта сегодня 23 я уже просто психенул у меня времени свободного не было я не знал что с ними делать я решил вообще хотел их заколбасить вчера 21 я их посадил каждую крылу позавчера получается подсадил они бегают как сумасшедшие в общем не бьют ему ничего сделать позавчера подсадил то же самое ничего не дают а сегодня заходим я уже маточники все убрал такое должно быть маточники все убрал сегодня заходим смотрим все в пуху поставил обратно маточники я не знаю сейчас я вам сначала расскажу а потом мы зайдем на постараюсь что-нибудь показать поставил убил убил оси в пуху маточники поставил обратно все туда закинул пух и серый поставил маточники она тут же давай драть пух туда и накидал этот пух маточник и вот заходил где-то полчаса назад там пищат крольчата белая по моему откролилась представляете а я уже грешить начал что что-то то ли самец у меня от не тот то ли самки не те понять не могу что такое ну так вот поздно представляете так поздно ради ну как бы краляться они сейчас мы зайдем посмотрим ну вообще как бы заранее лучше ничего не показывайте не говорить но раз я об этом сказал мне самому интересно посмотреть но почему бы вам не показать я открывать ничего не буду мы просто подойдем рядышком посмотрим все потому что и первый второй день там самый такой опасный как мне говорят что они могут и задавить их и что только с ними не сделать с крольчатым ну попробуем все идем и Какая-то тишина, я до этого заходил, там пищали, она туда прямо запугнула, на них прямо писк такой был, а сейчас тишина, будем надеяться, что все хорошо, через пару дней посмотрим. Дама усвистала, куда-то, что там делаешь, проваливаюсь, иди ко мне, не слушается, у него вот эти гормоны играют, плохо слушается, ко мне, ко мне, лети, ко мне. Дурын, да? Отбаловаться сейчас начинаю, сразу дела у него какие-то появились, поваляться нужно. Пойдем на место, пойдем. Пошли. Пойдем со мной, ко мне, пойдем, 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 пойдем со мной. Литюха, пошли. Где она? Там уже, наверное. Все, пошла. Пусть тут сидит. Пучара. Ну вот, в общем, такие дела. Жизнь идет, кипит, что-то делаем, делаем, крутимся, вертимся. Хочется солнышка, тепла, но скоро это все у нас будет. Спасибо за внимание, понравился сюжет, ставим лайк, подписываемся на канал. Удачи, пока-пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...